Здорово, отцы! Где взяли? Давно здесь сидит. Здравствуйте, Пётр Сергеевич! Здравствуйте, Николай Иванович! На улице встретились два пожилых человека. У Петра Сергеевича в двух местах было что-то залеплено на лбу пластырями. Николай Иванович держал руку на перевязи и слегка прихрамывал. Что с вами? – спросил Пётр Сергеевич. А что со мной? – ничего, – ответил Николай Иванович. А вы? Ударились обо что-то? Да нет так, пустяки! – отмахнулся Пётр Сергеевич. Далеко ли путь держите? В дому управления батареи текут. Внук играл, молотком стучал. Да, Господи, сейчас батареи-то делают, – сказал Пётр Сергеевич. Нет-нет, у нас старый, вы ещё образца. Да раньше батареи-то делали, – сказал Пётр Сергеевич. Внуку сколько лет? – три года. Пётр Сергеевич проверил, держится ли пластырь и устал, улыбнулся. Самый, я вам скажу, прелестный возраст, самая сейчас радость от них. Да, – улыбнулся в ответ Николай Иванович. И поправил руку на перевязи. Всё хотят знать, везде лезут. У нас, не поверите, сам стул поставил на стол, когда никого не было, забрался и молотком, как даст, по люстре. Сам, – удивился Пётр Сергеевич, – сам, похрустальный. Ну и что же, – неуверенно сказал Пётр Сергеевич, – зато характер уже проступает. Что-то вырастет из него, даже не сомневайтесь. Тьфу-тьфу-тьфу! – сплюнул через плечо Николай Иванович. Посмотрим. Оба откровенно зевали, и по лицам было заметно, что не выспались. А вашей внучке сколько уже, – спросил Николай Иванович? Два и три месяца. Пётр Сергеевич осветился изнутри каким-то светом. Минуты на месте не посидит. Минуты! Всё, играй с ней. Прямо ела какая-то. Прячется я её ищу. Так спрячется ни за что не найдёшь. Третьего дня в стиральную машину залезла. Еле вытащили. В стиральную, – поразился Николай Иванович. В стиральную. – Да как, туда можно залезть? – Вот залезла. Хорошо, не включили. Да, ну это прямо талант какой-то. Николай Иванович долго удивлённо мотал головой, потом радостно сообщил. – А у нас не включишь. Так молотком дал по крышке. Ни один ремонт не берёт. Как не берёт? Трещина большая. – Какая трещина? В дребезги. В дребезги, – не поверил Пётр Сергеевич. В дребезги, в дребезги, – успокоил его Николай Иванович. Новую надо покупать. Теперь Пётр Сергеевич долго и удивлённо мотал головой, потом сказал, – а наша позавчера в холодильник залезла. – Ну уж, – не поверил Николай Иванович. Да, искали, 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 искали. Случайно нашли. Сейчас выключили на всякий случай. Опасно. Пётр Сергеевич выразительно посмотрел на Николая Ивановича. – У нас не работает, – сказал Николай Иванович. – Молотком? – Молотком. Инженер будет, – выверил приятель Пётр Сергеевич. – Скорее всего. А ваши разведчицы? Пётр Сергеевич пожал плечами. Утром вот спряталось, не можем найти. Родители приехали, те уже два часа ищут. Всех в слезах. А где же она? А кто же знает? Вызвали милицию с собакой. Может, собака найдёт. Да, – протянул Николай Иванович. Столько радости от них. Да, – согласился Пётр Сергеевич. Много. Они попрощались. Пётр Сергеевич ещё раз осторожно коснулся пальцами пластырей и пошёл в одну сторону, ну а Николай Иванович поправил заболевшую руку и похромал в другую. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ